Щелковский район стал городским округом Щелково. В Подмосковье стартовал новый порядок обращения с бытовыми отходами. Коммунальные службы боролись с последствиями рекордных снегопадов. Губернатор выступил с ежегодным отчетом перед жителями. Все это событие одного только первого месяца наступившего года. Его итоги обсудили на оперативном совещании администрации. Глава района Алексей Валов акцентировал внимание на недавнем отчете губернатора, в котором упоминались и проекты в нашем городском округе. Это строящийся мост, будущие школы и детсады, а также отчетные сооружения. Благодаря программе губернатора, спасибо Андрею Юрьевичу, конечно, это его личная заслуга. Он и президент выпросил, преснул на реконструкцию и модернизацию наших отчетных сооружений. И, соответственно, мы начали подготовку к реконструкции отчетных сооружений. 9 января вступил в силу закон о преобразовании Щелковского района в городской округ. Алексей Валов отметил преимущество этой реформы. Как уже неоднократно, обмечалось, новый формат управления даст дополнительный импульс развития территории округа, откроет возможность для оптимизации бюджета и дополнительного финансирования важных стальных проектов. Теперь у нас будет единый бюджет, и мы сможем, наконец-то, маневрировать этим бюджетом. Административная реформа потребовала новых назначений. Олег Болотин в качестве заместителя главы администрации будет курировать промышленности сельское хозяйство, советник главы Владимир Канахин, местное самоуправление и сферу ЖКХ. В наступившем году претерпел изменение ключевой документ, по которому оценивается эффективность работы муниципалитетов. Рейтинг 50. В нем 24 новых показателя. Новый показатель – это оценка населением органов власти. Хочется сказать, что весь рейтинг 50 этого года настроен на то, чтобы выявлять обратную связь с жителями, делать упор на это. Останутся только лучшие. Наталья Тамбова также рассказала, как выполняется поручение губернатора оптимизировать количество управляющих компаний. Слишком много было жалоб жителей на их непрофессиональную работу. Год назад основная масса УК имела одну и две звезды рейтинга. Сегодня таких нет. 18 компаний ушли с рынка, из 53 осталось 35. Поданы документы на исключение из реестра ГЖИ еще восьми. Мы считаем, что остаться на рынке управления домами должны только те управляющие компании, которые ведут прозрачную хозяйственную деятельность, строго выполняют договоры управления МКД, ведут активную работу в микрорайоне и городе. Сокращения будут продолжены. В соответствии с планом по итогам этой работы на территорию округа должны остаться 25 лучших управляющих компаний. С помощью инвесторов-застройщиков в округе реализуется программа по расселению домов Ветхого и Аварийного фонда. За пять лет планируется переселить в комфортные условия 929 семей из 122 домов. Сформирован план благоустройства вылетных магистралей. На территории нашего округа это около 10 километров Щелковского шоссе и 2,5 километра Горьковского. Главный санитарный врач Марина Голованева проинформировала о ситуации с сезонной заболеваемостью. Гриппа и тем более кори, как в столице, в нашем округе пока не зарегистрировано, только в случае ОРВИ. Специалисты рекомендуют уделить максимальное внимание профилактическим мерам, а заболевших отправлять на больничный. Всем хочу пожелать здоровья и обеспечить понимание необходимости прививания. Потому что прививка это более эффективный способ защиты населения от заболеваний. В рамках оперативного совещания также состоялась церемония награждения. Почетный знак за заслуги перед Щелковским районом вручен директору спортивного клуба Литвинова Эдуарду Сумкову. Награду за лучшее освещение деятельности органов внутренних дел получила наша коллега из газеты «Время» Дарья Петровская. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».